У меня есть знакомый, который периодически просто уезжает в Таиланд и живет там несколько месяцев, причем все это без отрыва от работы, потому что работает он IT-специалистом, и ну просто вот как сыр в масле катается, такое вот ощущение, что человек просто ничего не делает, лежит себе на пляже, постит фотки в инстаграм, раздражает всех своих друзей, которые на него... Я, кстати, отписалась от него, я не выдержала, просто зависть превысила все. Вот как раз-таки про людей, которые занимаются в IT-сфере чем-то, как Ксюша говорит, такое ощущение, как будто они ничего не делают, да, мы сейчас поговорим, насколько заманчива такая профессия и как ей можно владеть. У нас в гостях Андрей Гуринов, руководитель компании Таймлисов. Доброе утро. Доброе утро. Будем говорить о том, как стать IT-специалистом с нуля, и у нас для этого есть, в принципе, все. Два нуля? Два нуля, да. Здесь тоже есть. Андрей, скажите, пожалуйста, вот у нас в Кыргызстане есть школа, благодаря которой можно обучиться и уже владеть новой профессией. Как это происходит и кому, собственно, показано такое обучение? Школ несколько. Наряду, на самом деле, с традиционным высшим образованием. Тут, наверное, стоит разобраться, да, что IT-специально, сказать IT-специалист, все равно, сказать, медик. Да, то есть там есть и фармацевты, и окулисты, и стоматологи, и куча всего. То же самое в IT. Вот. И, соответственно, учиться можно по-разному. Если говорить про высшие учебные заведения, как обычно, бакалавриат, магистратура, там, классический набор, вот, но есть варианты проще. Ну, не то, что проще, быстрее, да. К таким учебным заведениям я бы отнес, ну, лидеров у нас на рынке, по сути, только о них стоит говорить. В первую очередь, это, конечно, Attractor School, а также IT-академия и DC-приотца. У нас несколько заведений, вот такие. Да. Ну, в принципе, можно поговорить о любом из них. Ну, а если, сейчас мы обязательно поговорим, заострим свое внимание на каком-то из них. Если, вот сейчас нас смотрят абитуриенты, которые стоят перед выбором, идти в высшую учебное заведение или связать свою жизнь с одной из таких школ, то, вот, какие преимущества есть и какие плюсы, вот, именно в эту сторону? Все зависит от выбора. Получение высшего образования, ну, понятно, это всегда цель диплом, там, и какой-то, какой-то старт для чего-то. Беда в том, что многие считают, что всем нужно высшее образование без разбору, вот. Хотя, по большому счету, мало кто использует его на 100%, все знают эти интернет-мемы, да, а кому понадобилось вот это вот в жизни, да? Ну, вот шашлык можно вот так раздавать, диплом, например. Да. Однако, ну, как я сказал, мало кто этим пользуется. Что на самом деле необходимо для начала карьеры – это навык. Вот, и, к сожалению, с одной стороны, а с другой стороны, по определению, университет как бы и не должен давать навык. Университет дает образование, там… Теорию, да? Ну, теорию подкрепленную какой-то практикой. Однако, если хочешь начать работать быстро, качественно и максимально эффективно, то нужно фокусироваться на учебных заведениях, которые дают навык. Вот, и такие учебные заведения дают навык вместо диплома. То есть, тут вот нужно взвесить на весах, да, что тебе важнее – дипломы или навыки. Ну, какой-то документ об окончании этих курсов все равно получает человек, правильно? Естественно, естественно, какой-то документ человек получает. Но, если говорить конкретно про IT, то диплом-то, собственно, нигде и не спрашивают. При том, что как у нас в стране, так и в основном за рубежом. Вот, диплом, безусловно, нужен. Но, на самом деле, для других целей, совершенно не связанных с профессиональной деятельностью. Хорошо, а что тогда нужно, чтобы получить какую-то высокооплачиваемую работу? Что нужно человеку, ну, скажем, после окончания этих курсов? Ничего, работать. Ну, а как люди поймут, что ему можно доверять, можно доверить какой-то проект? Ну, смотрите, на самом деле, текущий прием на работу во многих компаниях, я подозреваю вас здесь тоже что-то похожее, это некоторый процесс отбора людей с рынка. То есть, когда человек проходит многоэтапное собеседование, сначала с HR-специалистом, потом с психологом, с менеджером, с техническим специалистом, в конечном итоге мы узнаем о человеке достаточно, чтобы понять, что с ним можно делать. Опять же, существует методика испытательных заданий, методика испытательных периодов и всякие такие штуки. Вот, поэтому, ну, и опять же, очень важно отзывы с предыдущих мест работ, рекомендательные письма, всякие такие штуки, что, опять же, показательно и интересно относительно IT. Мы в Кыргызстане, да и вообще, на самом деле, в мире достаточно интегрированы. То есть, если ты закончил курсы и пытаешься устроиться ко мне, то, скорее всего, я о тебе знал до того, как ты закончил курсы. А во-вторых, если не знал, то я всегда могу запросить рекомендации, получить исчерпывающий ответ, кто ты, чего умеешь и насколько ты добросовестный. Ну вот, возвращаясь к вопросу высшего образования, я думаю, что получение IT-специальности никаким образом не может помешать получению высшего образования. То есть, можно пойти выучиться сначала и получить тот самый навык, про который ты говоришь, но и потом где-то параллельно выучиться и получить уже диплом, если он так нужен. На самом деле, здесь даже хронологически это может быть немножко по-другому. То есть, можно получить навык пойти работать, пойти учиться, можно поступить в ВУЗ и параллельно заняться изучением IT. То есть, это не отнимает столько времени у человека, который сфокусирован на учебе. Но в целом будет выглядеть как дополнительный курс к твоей обычной нагрузке. Если ты замотивирован и действительно что-то хочешь, а не учишься для галочки, то ты, естественно, найдешь на это время, сможешь вместить. Еще один момент хотелось бы обсудить. У нас сейчас в стране очень большая проблема с трудовой миграцией. Что люди вынуждены ехать в другие страны. И мы все видим эти сообщения в ленте соцсетей, что вот их дети остались без присмотра. И очень большая на самом деле проблема. Я так понимаю, что IT-сфера позволяет находиться в любом месте и работать при этом на любую другую страну. Так ли это? Да. Однако я хотел бы сделать комментарий насчет вашего товарища в Таиланде. Вряд ли он был так счастлив, как вы думали. Потому что я тоже пытался это делать. То есть, пляж видел в основном по вечерам. Работа, она всегда работа, независимо от того, путешествуешь ты или сидишь на месте. И что касается IT, у нас тоже трудовая миграция присутствует. Потому что существуют разные виды миграции. То есть, одно дело, когда ты едешь куда-то, чтобы прокормить свою семью здесь. Другое дело, когда ты увозишь свою семью за собой. Другое дело, когда ты перемещаешься. Миграция бывает разная. И, собственно, если ты прям намерен мигрировать и хочешь уехать, то IT на самом деле прекрасный ключик к этому. Если ты мигрируешь, потому что ты там едешь в Москву на какую-нибудь низкоплачиваемую работу, чтобы кормить свою семью, то этот вопрос мы решаем радикально. То есть, даже человек с незначительным оптом, условно, через год после окончания вот этих курсов, о которых мы поговорили, он вполне в состоянии, находясь там в Бишкеке, в Караколе, в Аше, зарабатывать больше, чем он получал бы в Москве, при этом никуда не уезжая. То есть, если мы говорим про что выбрать, то на самом деле я бы предложил сфокусироваться на том подходе с вот этими курсами как раз тем людям, которые выбирают не учиться. Потому что это не так дорого на самом деле, и не так долго, и не отнимая там какое-то космическое количество времени, но для людей, которые не видят для себя никаких перспектив, вполне вот это сработает. На самом деле, я считаю, что, не только я, что IT-специальности, в частности, программирование, это на самом деле не такое уж и университетское образование. То есть, это то, что должно быть подано нам через Институт профтехобразования, то есть через ПТУ. К сожалению, ПТУ сейчас настолько опошлина, что говорить о нем не приходится. Поэтому мы говорим курсы, мы говорим там колледжи, лицеи, все что угодно. Ну, формально, фактически, да, это профтехобразование. Вот вы говорите, что это недолго, вот сколько по времени занимает обучение? По-разному. Учиться можно бесконечно. Ну, а какой временной промежуток нужен для того, чтобы владеть какими-то первоначальными навыками, чтобы уже начать работать, какие-то деньги? Скажем так, существуют такие вещи, которые можно научиться за три месяца. Вот, три месяца вполне такой вход для того, чтобы чего-то начать делать, даже за деньги. Вот. Нормальная специальность с такими, ну, интересными зарплатами приобретается примерно за год, максимум за полтора. Отлично. Ну, то есть, вот, например, я отучилась три месяца и продолжаю учиться, но при этом уже могу начинать работать, да? Ну, давайте поговорим про сам процесс обучения, как это все происходит. То есть, это вот всеми привычные какие-то лекции или как-то уже дают попробовать все на практике. Это какой-то центр, где много компьютеров, и ты сидишь там, строчишь эти коды. Как все это происходит для людей, которые совсем не знают ничего? Опять же, все по-разному. То есть, как я сказал, несколько школ, у них разные условия, разные требования. Но по большей части все сводится к тому, что, ну, в настоящий момент студенты этих школ в основном люди взрослые, которые чего-то меняют в своей жизни, либо получают дополнительное. Поэтому чаще всего это вечерние занятия, которые там проходят два-три раза в неделю. Это некоторый лекционный и практический материал, который происходит непосредственно в классе. И домашнее задание в объеме примерно, ну, часов, наверное, на 8-10 в неделю. Вот. Опять же, мы айтишники, все время у нас есть там какие-то чаты, есть онлайн, оффлайн консультации. Всегда студентам доступны консультанты, которые помимо лектора способны взаимодействовать. И что на самом деле очень интересно и важно здесь в том, что айти отрасль безумно заинтересована в выпуске этих людей. То есть, предвосхищая, вероятно, какие-то ваши вопросы о том, насколько сложно найти себе работу, я скажу, если ты доучился и тебя до сих пор никто не заметил и не взяли, то, ну, то ты что-то делаешь совсем неправильно. Обычно происходит так, что директора этих школ бьют нас по рукам, говорят, оставьте их, дайте им доучиться. Вот. Собственно, так вот, мы настолько заинтересованы в этих студентах, что мы вкладываем на самом деле очень большое количество внимания. И факт моего присутствия здесь подтверждение тому. Айтишники всячески стараются улучшить, автоматизировать, обновить эти курсы, делать их максимально доступными, привлекательными. Поэтому я бы сказал, что образование в айти, это, наверное, наиболее динамически развивающаяся отрасль или из всех других, скажем так, отраслей образования. Ну, ориентируй, пожалуйста, сейчас тех людей, которым все это показалось очень заманчивым. Куда все-таки идти? Что посоветуешь? С чего начать? Ну, во-первых, я бы заглянул в себя и решил ответить на вопрос, да, хочу ли я там стать айти-специалистом. То есть, готов ли я там проводить время в офисе, за компьютером, интересно мне это или нет. Потому что, если ты хочешь стать экологом, лазить по горам, там, чего-то делать, понятия не имею, что делают экологи, вот, то, наверное, к нам не стоит, да, у нас чуть-чуть более по-другому все. Вот, а если же все-таки это интересно, то, как бы, точка входа, с которой я рекомендую начать, это Attractor School. Легко гуглиться, если ты не в состоянии нагуглить Attractor School в Бишкеке, то, наверное, тебе стоит задуматься, да. Вот, следом идут IT Academy, и дальше идет Центр развития информационных технологий при АУЦА. Вот, я думаю, сейчас зрители, которые, возможно, окончили школу и думают, чем будем заняться, а может быть, уже люди, которые давно окончили школу, университет и хотят в чем-то новом себя попробовать, и в любом случае, почему бы нет? Мы этим утром разговаривали с Андреем Гуриновым, руководителем компании Timely Soft, говорили про IT-сферу. Друзья, если вы что-то пропустили, то вы можете пересмотреть эту беседу у нас на страничке Facebook буквально через несколько часов. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok